МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала УТС продолжает информационные итоги дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. О самом главном и интересном коротко. Прямо сейчас. Все готово. Если есть встречное понимание, что эти бюджетные инвестиции хотя бы через 3-5 лет вернутся в виде дополнительных налогов. В Ленинском районе Новосибирска появится новый промышленный кластер, что нужно сделать для привлечения инвесторов и создания рабочих мест. Она сказала, приди 17 августа. Я пришел 17 августа, она сказала, мне послышать 17 июля. Нет, ну потом я уже... Там были, конечно, перекупщики, но я на вокзале брал билеты уже в конце 19 августа. У нас сейчас были дополнительные вагоны. Сотни жителей Сибири не могут уехать из стран Средней Азии. Есть ли способ выбраться из Казахстана или Киргизии без финансовых потерь? Прокатиться на выбранном грузовике может каждый и даже разрешат посигналить. Правда, вот трогать панель и отвлекать водителя категорически нельзя. Внедорожник-амфибия и самосвал весом с самолет. Какие машины привезли на международный форум грузового транспорта? Улицу Титова в Новосибирске в ближайшие три года продлят до железной дороги. Транспортная доступность – одна из главных проблем Ленинского района, который по праву считается промышленным центром Левобережья. Создание новых производственных предприятий обсуждали сегодня руководители действующих заводов с главой региона Андреем Травниковым. Моя коллега Мария Черешнева о перспективах самого большого района мегаполиса. Екатерина и Ливерпуль – теперь одна команда. Знакомы всего два месяца. Жеребец оказался с характером. Впрочем, наездницу это не пугает. Конный клуб она посещает с детства. Ходила на занятия по ипотерапии, теперь занимается адаптивным конным спортом. Нужно находить общие интересы, какие-то сложности, общий язык находить, чтобы она с тобой хотела работать, чтобы как-то заинтересовать лошадь в работе. Потому что просто монотонная работа их тоже утомляет. Нужно разнообразие. Сегодня у конной школы больше 40 воспитанников. Это дети от 6 до 18 лет. Есть группа для ребят с ограниченными возможностями. Небольшой подром, где ежедневно проходят занятия и тренировки в плане поездки главы региона. Андрей Травников встретился с местными активистами. Они с гордостью показывают свой ТОС – лесоперевалка, старейший в городе. В этом году ему исполнилось 20 лет. Вот здесь мы ребятишек засняли. Те работы, которые мы проводим с ребятишками. У нас уже 14 лет на метрорайоне работает трудовой отряд. Называется он «Чистый берег». Ленинский район почти на четверть состоит из промзоны, заводы, производственные цеха и в том числе индустриальный парк «Новосиб». Огромная площадка – 460 тысяч квадратных метров. Сегодня там 179 резидентов. Промышленники главы региона на встрече спрашивают прежде всего о будущем. В частности, об организации мегапарка «Комбинат-179». Туда планируют войти крупнейшие промышленные производства. Сейчас руководители, владельцы собрались, посмотрели, что да, дальнейшее развитие производства в Ленинском районе возможно связано с большим проектом, который позволит привлечь инвестиции. Глава региона, в свою очередь, заверил – поддержка будет. Все готовы делать. Если есть встречное понимание, что эти бюджетные инвестиции хотя бы через 3-5 лет вернутся в виде дополнительных налоговых поступков. Поэтому, если подобное предложение есть сделано, давайте рассмотрим. «Ферум» – еще одно крупное производственное предприятие Ленинского района. Там самые большие за Уралом склады металлоконструкции. На встрече с коллективом глава области отвечает на вопросы. Больше всего людей беспокоит транспортная доступность отдаленных спальных районов. Один из путей решения – продолжение улицы Титова. В течение трех лет ее планируют довести до железнодорожной ветки. У детей другие вопросы. Это Центр патриотического воспитания – пост номер один. И сегодня здесь торжественное собрание, посвященное Дню российского флага. Юные патриоты спорят, можно ли щеголять триколором и прочей государственной символикой. Здесь же воспитанники Центра показывают Андрею Травникову, как быстро умеют собирать и разбирать автомат Калашникова и снимать костюм химзащиты. В Ленинском районе несколько уникальных медицинских учреждений. Одно из них – Новосибирский онкологический диспансер. Именно здесь работает один из самых современных в мире комплексов радиохирургии. Это линейный ускоритель, совмещенный с томографом. Семь лет исправной работы. Создается за счет того, что данный аппарат вращается вокруг пациента. И в каждой точке опухоли создается та интенсивность радиации, которая вычислена и рассчитана с помощью специальных программ. Еще один визит главы региона в МНТК – микрохирургия глаза. Здесь уже давно внедрили систему видеофиксации. Все, что происходит в операционных и сам процесс коррекции зрения, можно увидеть в реальном времени. Это не только детальная фиксация происходящего. Видеозаписи поступают на хранение в Федеральный архив по обмену данными. Мария Черешнева, Андрей Дулепов. Новости ОТС. И сегодня же Андрей Травников встретился с представителями ветеранских организаций и общественниками Ленинского района. Обсуждали развитие инфраструктуры как в новых микрорайонах, так и в центре на площади Маркса, где до сих пор не могут решить проблему двух долгостроев. Не хватает и мест в школах и детских садах, но эти вопросы уже на контроле областных властей. Так же, как и проблемы с недостатком врачей и медсестер. Отмечу, что в Новосибирске согласовывают проекты семи новых поликлиник. Из целевых выездов, которые я производил для изучения ситуации с поликлиническим обслуживанием, номер второй – это Ленинский район. Именно здесь я изучал ситуацию с обслуживанием в отделении 16-й поликлиники. Поэтому подтверждаю, что новая поликлиника в Ленинском районе будет построена одна из первых. Новосибирская область заняла второе место среди регионов страны по реализации майских указов президента в сфере экономики. Рейтинг за июль опубликовала компания «Медиалогия». На первом – наши соседи – кузбассовцы. Топ-10 построен на базе российских СМИ, газет, телевидения, интернет-ресурсов. Учитывается количество упоминаний регионов в прессе. Кроме того, Новосибирская область попала на седьмое место в рейтинге регионов по уровню реализации указов в социальной сфере. Другим темам. Кто на поезд опоздал, тот на поезде не едет. Сотни новосибирских туристов не могут вернуться на родину из стран Средней Азии. Мало того, что билеты на все виды транспорта из Казахстана или Киргизии взлетели в цене, так еще и нет мест. Екатерина Широкова выяснила, кому заказан путь домой. До Алматы нужно. До Алматы. Завтра алматинский состав 18.33. Уехать из Новосибирска в страны ближайшего зарубежья не составляет проблем. Рейсы регулярные. А вот приехать в Сибирь непросто. Руслан студент из Алматы через Новосибирск едет на учебу в Иркутск. Говорит, чтобы купить билет на родине, ждал не один день. Кто у меня принимал билеты, я сказал, можно мне билет на 17 августа. Она сказала, приди 17 августа. Я пришел 17 августа, она сказала, мне послышало 17 июля. Нет, ну потом я уже... Там были, конечно, перекупщики, но я на вокзале брал билеты. Ну, уже в конце 19 августа. У нас сейчас были дополнительные вагоны. Нилуфар Сидикова вместе с детьми едет из Таджикистана в Красноярск. Говорит, купила билеты заранее. Проблема лишь в том, что на семью потребовалось два купе. Но работники вокзала помогли. То есть задержек не было никаких? Нет, никак. Нам не было такого. В Новосибирской ассоциации туроператоров такую ситуацию не считают проблематичной. Лето для перевозчиков, как наших, так и зарубежных, горячая пора. На авиарейсы цены поднимают в несколько раз. К примеру, прямой самолет из Астаны обойдется в 20 тысяч рублей вместо 10. С самый дедлайн, самый отлет, конечно, стоимость будет дороже. Если вы берете авиабилеты, вообще турпродукт через туроператора, у вас, конечно, уже забронированы и выкуплены билеты на обратные рейсы. Это и Казахстан, и Киргизия. То есть здесь проблемы не возникают у туристов. Туроператоры не несут ответственности за отсутствие билетов на нужную дату, если ее не бронировали. В экстренных случаях, отмечают специалисты, турист все же может выехать на родину без ожидания свободного билета. К примеру, по состоянию здоровья. Необходимо обратиться в головной офис туроператора. Если же не помогло, то в консульство, либо официальное представительство Российской Федерации. Главное при себе иметь паспорт, который подтвердит ваше гражданство. Екатерина Широкова, Артем Валевич, Новости ОТС. Сегодня по всей стране отмечают День флага России. Официальному празднику всего 24 года. Но история бело-синий-красного триколора государства российского насчитывает три столетия. О том, как отметили праздник в Новосибирске, расскажет Андрей Баев. 27 лет назад в нашей стране вновь вернулся триколор наш государственный флаг белый-синий-красный 22 августа 1991 года. С того времени каждое лето мы отмечаем этот день. Свои коррективы внесла погода. Сегодня в Новосибирске то идет ливень, то дождь, то ветер. Поэтому в центре города собралось не совсем много народу, но все-таки праздничный концерт состоялся. Торжественное начало концерта проходит практически без зрителей. Большинство тех, кто пришел, прячется от прорывного дождя под арками оперного театра. Но несмотря на погоду, настроение у людей праздничное. Хорошо, пусть даже такая погода, но все равно мы все собрались и празднули. Мы увидели людей с флагами повсюду. Мы очень рады, что сегодня день флага. Поздравляем вас. Хороший такой патриотичный праздник. Мне нравится наш флаг. Флаг нас объединяет и мы становимся российским государством. Истории российского триколора уже более 300 лет. Создателям трехцветного стяга считают Петра Первого. Императорский указ обязал все торговые суда ходить только под бело-синий-красным флагом. И сегодня все граждане нашей страны и 9 мая, и в другие государственные праздники с нетерпением всегда выходят на наши торжества именно с государственным флагом Российской Федерации. При поддержке Министерства региональной политики праздничные концерты в День флага России прошли практически во всех районах Новосибирской области. «Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы и воля! А руки в моем России зная!» Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новость ОТС. И сегодня же в Новосибирском дворце бракосочетания чествовали победители регионального конкурса «Госуслуги семье». По правилам участники, а это больше 5000 человек, должны были оформить на едином государственном портале три электронных документа на своих детей. Чтобы зарегистрировать рождение Егора, поставить его на очередь в детский сад и прописать по месту жительства, семье Черепановых даже не пришлось выходить из дома. Всеми услугами, которые были обязательны в рамках областного конкурса, они воспользовались через интернет на едином государственном портале. В момент, когда рождается ребенок, я уже говорил, что быстро сообразить, что нужно, какие документы, очень сложно. А сервис позволяет, как бы очень хорошо, там развернуто написано, какие нужны документы, когда, куда, что нужно отправить. И, в принципе, по приглашению тоже все приходишь без ожидания, без всего. Организаторы конкурса считают, получить государственные услуги сегодня можно легко и быстро. Удобный интерфейс, онлайн-запись на прием. Мы вообще придаем очень большое внимание именно развитию инструментов нового взаимодействия именно на уровне семьи, да, когда возможна и преемственность между поколениями, где там младших и старших, а наоборот. И, конечно, очень здорово, что на уровне таких семейных инициатив было у нас и масштабное участие в этом большом конкурсе. Более пяти тысяч семейных приняли участие в рамках, так сказать, этого конкурса. И очень здорово, что у нас рождаются не просто электронные новосибирцы, электронные люди, да, прямо электронные семьи. Сегодня для жителей Новосибирской области доступно более 600 государственных услуг в электронном виде. Из них почти 270 – региональные и муниципальные. На портале можно оплатить штрафы, зарегистрировать транспортное средство или, к примеру, определиться с избирательным участком для голосования. Новосибирская область как и по количеству сервисов на сайте госуслуг, лидер по России, так и по количеству пользователей. В том числе у нас дискриминации в части районных центров точно нет. Но на сегодняшний день мы, опять же, лидеры по проникновению услуг интернета по силу. У нас на сегодняшний день более 65% сельских населённых пунктов на оптике. Высокоскоростной интернет – это возможность получать качественные электронные услуги 24 часа в сутки с домашнего компьютера. Ростелеком ставит перед собой новую задачу – создать единую точку входа, когда муниципальные, региональные и федеральные услуги будут собраны на одном портале госуслуги.ру. Проект реализуют к 2020 году. Что касается семьи Черепановых, следующий электронный документ, который они будут оформлять – это загранпаспорт для маленького Егора. Константин Клещин, Антон Мамаев, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Очень такое место удачное, как раз для проведения досуга жителей. Значит, понятно, что здесь будут места проведения досуга жителями. Там и отдыха, и спортивный инвентарь, и детские площадки. Температура тела, давление, пульс, алкоголь. Проверить на концентрацию внимания, чтобы исключить наркоманов. А врач при этом может наблюдать совершенно дистанционно. Буду играть в настольный теннис – это основной вид. Ну и помимо этого, как все дартс и эстафета. Четыре многоквартирных дома для переселенцев из ветхого жилья. Симбиоз дворовых и общественных пространств. И строительство современного полигона по хранению твердых бытовых отходов. Реализацию коммунальных проектов в Карасуке оценила комиссия правительства Новосибирской области. Какую оценку выставили, расскажет Николай Сальников. Эксперимент, когда дворовая территория становится общественной, реализуют в Карасуке. Объединенная площадка на улице Союзная обошлась в 7,5 миллионов рублей. Сейчас асфальтируют проезды и пешеходные дорожки. Впереди оснащение малыми архитектурными формами. Очень такое место удачное, как раз для проведения досуга жителей. Понятно, что здесь будут места проведения досуга жителями отдыха, спортивный инвентарь. Детские площадки, то есть как раз место притяжения всех местных жителей. Работы будут завершаться в начале сентября. Любые строительные работы в Карасуке осложняются излишней увлажненностью почвы. Райцентр стоит на болотах. Возведение новых объектов возможно только после дорогостоящих работ по снижению уровня грунтовых вод. Именно с такой проблемой столкнулись при строительстве жилья по программе переселения из ветхих и аварийных домов. Здесь была непролазная грязь. Здесь были попытки делать проезжие части. Все это утопало в грязи. Территории были неблагоустроенные. Ну а вот благодаря программе «Городская среда» или «Комфортные условия проживания» Мы активно в эту программу включились. Нам пришлось здесь заменить все коммуникации. Это и тепло, и вода, и энергетику. Для переселенцев ввели в эксплуатацию два многоквартирника. Третий на завершающей стадии строительства. В предстоящем году начнут возводить еще один дом. Крышу над головой получат полторы сотни семей. Отдельным пунктом маршрута правительственной комиссии стал полигон по хранению мусора. Стоимость объекта чуть меньше 100 миллионов рублей. Предназначен объект для складирования и захоронения отходов 4-5 класса опасности. Срок эксплуатации подразумевает его 20 лет. Сейчас ведем работу с Омским отделением в обкус экспертизы по прохождению государственной экспертизы, в том числе и достоверности сметной стоимости. Там же в Карасуке прошло заседание комиссии по вопросам строительства мусорных полигонов по всей области. Обсудили опыт возведения объектов, которые позволяют покрыть все потребности муниципального образования. Наметили планы отрасли. Чтобы с 1 января у нас заработал закон, заработал выбранный региональный оператор. И после 1 января у нас работа не заканчивается. По некоторым кластерам, там где объекты вышли из Гороро, соответственно надо принимать решения по маршрутам, куда их разделять, какие-то площадки временного накопления. Может быть, как например в Карасовском районе, так же в Кыштовском районе, строить небольшой полигон только для одного района. Гороро или государственный реестр объектов размещения отходов. Ведомство, которое контролирует и выдает разрешение на строительство мусорных полигонов. Именно поэтому выбор места по сбор и хранению ТБО очень сложен и зависит не только от мнения жителей. Кстати, в ходе заседания анонсировали, что работу Гусинобродского полигона можно продлить на 20 лет. Необходимые для этого дополнительные 12 гектаров земли уже зарезервированы. Николай Сальников, Алексей Зубила, Новости ОТС. В Новосибирске открыли первый международный фестиваль грузового транспорта «Тракфест». Десятки участников с разных городов России привезли на показ многотонные автомобили. Делятся опытом и укрепляют деловые связи. От многотонных фур до легких внедорожников. От российского КамАЗа до шведских тягачей. Разноцветные, натертые до блеска, разрисованные языками пламени. Гости фестиваля могут не только смотреть на это хромированное великолепие. Прокатиться на выбранном грузовике может каждый. И даже разрешат посигналить. Правда, вот трогать панель и отвлекать водителя категорически нельзя. На главный транспортный форум Сибири приехали участники со всех уголков страны и ближнего зарубежья. Себя показать на других посмотреть. Поделиться опытом тюнинга многотонных машин. «Приехали не за деньги. Приехали сюда для того, чтобы показать свое творение. Потому что они помимо своих сил и денег, они еще вкладывают душу в тот грузовик, который они делают. И наша цель как раз и показать, что есть такие люди, которые из тривиальной системы грузового транспорта делают культуру ее». Внедорожник-амфибия. 19-тонная грузовая скания, инструменты и даже инновационное оборудование для проверки дальнобойщиков перед рейсом. По словам разработчиков из Томска, врачу больше нет необходимости каждый раз проводить осмотр. За него это сделает компьютер. «Температуру тела, давление, пульс, алкоголь. Проверить на концентрацию внимания, чтобы исключить наркоманов. А врач при этом может наблюдать совершенно дистанционно». На фестивале потенциальные партнеры и инвесторы смогут найти все необходимое для успешного бизнеса в логистике. И на этой же площадке заключить контракты. «Уникальная площадка, интересный формат, формирование культуры грузоперевозки. Сегодня и в течение этих ближайших дней пройдут содержательные, интересные мероприятия. Это и деловая программа, как уже сказали, мастер-классы». «Тракфест» проходит 4 дня. За это время зрители увидят захватывающую шоу-программу. Состязания по картингу, выступления пожарных машин, тюнинг на скорость и шоу вездеходов. Вход на площадку свободный. Екатерина Широкова, Сергей Жданов. Новости ОТС. В России набирают популярность так называемые аутлеты-магазины, где собрана брендовая одежда по низким ценам. Как правило, это коллекции предыдущего года. И покупатели, которым важно приобрести вещь на треть, а то и в половину дешевле, чем в бутиках. В Новосибирске таких торговых площадок уже много. Мои коллеги попытались выяснить, действительно ли в аутлете можно одеться стильно и недорого. Вместо ограниченного выбора из старомодных вещей – широкий ассортимент и цены, которые вдохновляют на шопинг. Например, свитшот стоит всего 840 рублей. Классические брюки – 600. И в торговом зале много одежды, которая соответствует сегодняшним трендам. Например, шифоновое платье модного этой осенью зеленого цвета. Жилеты, которые дизайнеры разрешают носить с любой обувью. Или жакеты в стиле Шанель. Они вообще не выйдут из моды никогда. Представлена и одежда для школьников. Старшему выбрали костюм. Очень хорошо сел пиджак. Очень осталась довольная, счастливая. Приятно удивила цена. Я выбрала очень красивое платье. Обязательно его надену на 1 сентября. И еще несколько нарядов, которые я оставила на потом. Дисконцентр предлагает одежду от 42 до 60 размеров. Так что, получается, подобрать вещи по душе и кошельку сможет любой. Елена Мирошниченко, Александр Ведерников. Новости ОТС. В Новосибирске стартовали шахматные соревнования на Кубок губернатора. Запланированы и турниры на первенство области среди детей и юношества. А также один из этапов студенческой национальной лиги. Перед стартовым Е2-Е4 на путствие шахматистам дал глава региона Андрей Травников. Очень здорово, что ребят очень много в этом зале. Очень много молодых участников. Действительно, никого не ждите. Наступайте на пятки. Потому что очень хочется, чтобы благодаря вам у нас не только самая умная улица в стране была, но чтобы наш город, Новосибирск, стал самым умным. А регион самым умным регионом в Российской Федерации. В соревнованиях студентов Новосибирскую область представляют сборные пяти университетов. Это опытные спортсмены. Вот в детском первенстве участников намного больше, около 250. И Кубок губернатора – самый крупный турнир нашего региона в этом сезоне. И важнейший старт для юношек-матистов. Продлятся соревнования до 29 августа. Уже завтра в Новосибирске стартует пятая всероссийская спартакиада пенсионеров. Сборная региона к соревнованиям готова, но упорные тренировки перед началом никто не отменял. Восемь самых спортивных пенсионеров Новосибирской области готовятся к эстафете. Это главная командная дисциплина спартакиады, так что каждый участник должен идеально выполнить свой этап. Будем не прыгать, а вокруг барьеров оббегать. Плюс еще броски в кольцо баскетбольное, в футбольные ворота и броски дартсом в воздушный шарик. Потом бег с теннисной ракеткой, бег с мячом футбольным. Еще одна командная дисциплина – дартс. Его в программу спартакиады включили только в этом году. Но опытные спортсмены уверенно осваивают новую дисциплину. Ведь перед нашей сборной стоит непростая задача – стать лучшими на родной земле. Мы заняли 13 место. То есть из 75 команд, наверное, это же, ну, сказали, самый хороший результат был в прошлом году. В этом году департамент и администрация города поставила задачу повыше. Хотя бы попасть в призеры, либо выигрывать. Всего в соревновательной программе спартакиады семь дисциплин. От легкой атлетики и плавания до шахмат и настольного тенниса. Так что некоторым спортсменам предстоит выступить сразу в нескольких видах. Каждый в своем виде занял там первые места. И эти люди попали в команду. Поэтому мы все с разных мест. С Новосибирска я один только. К слову, Виктор Верясов – девятикратный чемпион России среди ветеранов. Да и его коллеги по сборной тоже имеют опыт на всероссийских турнирах. Так что перспективы новосибирской команды на спартакиаде хорошие. Осталось только воплотить их в жизнь. Александр Шарудила, Евгений Агеев. Новости ОТС. Такой была информационная картина дня 22 августа. В студии работала Екатерина Тихомирова. Подписывайтесь на наши новости в социальной сети Instagram OTS Нижнее Подчеркивание ТВ. Спасибо за внимание. До встречи. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... ...исправиться от так называемого... ...на улице с каждым днём... ...депутаты... Все новости Новосибирской области на сайте вн.ру. Новосибирский дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Порывы до 15. Влажность 80%. Температура ночи плюс 8-10. Днём плюс 17-19. Последующие двое суток сохранится неустойчивая погода. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в пятницу днём плюс 20-22. В субботу плюс 21-23. На этом о погоде всё. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»